Всем большой привет! Опять у меня на канале было вынужденное отсутствие. Так получилось, что я заболела. Был бронхит. Сейчас немного остаточный кашель еще остался, но все в порядке. В целом все в порядке. И вы меня знаете, я с некоторых пор перестала заниматься д'Артаньянством. То есть, если я заболела, то все, болеешь иди лечись. Не сторонится я включать камеру, когда у меня вот этот взгляд пьеро, унылое лицо и голос, как у мужика. Началось все как обычно, боль в горле. А потом уже такой кашель был, что даже грудь болела, вот когда кашляешь. Еще мокрота не отходит, извиняюсь за такие подробности. Но вот прям грудь болит, голова тоже болит. Вызывали врача, взяли у меня тест отрицательный. У Вани тоже брали тест, тоже отрицательный, так как Ванюша тоже начал кашлять. Сейчас уже все в порядке, но в садик мы пока еще не ходим. Там то воды нет, то мы справку еще не взяли. Ну, в общем, на неделе уже пойдет. Неделю я отлежалась, и потом уже надо было догонять, как только голос немножко начал восстанавливаться. Я начала снимать видео для Этарт-Одел. То есть, я здесь, я сейчас нахожусь на своем рабочем месте. Я здесь снимала два ролика сразу. Вот торт Орио, второй вариант, и оформление весеннего торта. И задерживалась я здесь до 9, до 10, даже был один день, до 10 часов вечера. Но для меня было очень важно выполнить свою работу. Сегодня я тоже уже закончила еще один ролик для Этарт-Одел. Тоже скоро уже выйдет на канале. И я обещала под последним влогом на этом канале. В комментариях я написала, что очень много вопросов по поводу измельчителя. Я понимаю, конечно, что на следующий день новость уже не новая. То есть, нужно отвечать людям вовремя. Я уже как-то отвечала в комментариях, но все равно не все же читают комментарии полностью. Измельчитель, где я покупала? Я как-то не могу вам советовать этот сайт, потому что там мой супруг взял его на 4 тысячи дороже. Так получилось, что я вообще этот измельчитель увидела в Инстаграме. И это был ноябрь месяц. И когда я посмотрела, сколько он стоит, ну, на сайте, и когда я посмотрела, сколько он стоит, ну, в интернете, там цена была 12 тысяч. Олег покупал его практически за 17, там, 16 с половиной. Я так подозреваю, что я, наверное, не единственная была, кто посмотрел этот ролик. И все начали скупать перед Новым годом эти измельчители. Потому что заказывал он его уже перед Новым годом. Искал на разных сайтах. И он вообще как бы выдвинул такую версию, что, возможно, их даже сняли уже с производства, потому что нигде не было, ни на одном сайте. Везде было, что вот нет наличия. И вот на одном сайте были остатки. И вот по такой цене. Но он заказал. И почему-то очень долго была доставка. То есть к годовщине еще он не пришел. То есть там дня через 4 только. После уже намеченной даты. Вот. Поэтому я, конечно, его оставлю, этот сайт. Я у него спрошу, на каком он заказывал. Я оставлю его в описании. Но если найдете где-то подешевле, и если он вам действительно нужен. Потому что, ну, я прекрасно осознаю, что вещь такая недешевая. Но я им пользуюсь постоянно. Я его специально не убираю куда-то в чулан или в дальний ящик куда-то, чтобы пользоваться постоянно. Так как мы любим устраивать праздники. Ну, то есть к нам приходят родственники. И он меня, конечно, очень сильно выручает. И для заготовок тоже выручает. Вот только мне не понравилась самая мелкая насадка. Но я об этом уже говорила. Также еще был вопрос по поводу робота-пылесоса. Этот робот-пылесос у нас уже больше трех лет. Перед Новым годом, я тогда была еще Ванечкой беременная, как раз вот прям начало срока, подарил Олег на Новый год мне. Заказывал он на Алиэкспресс данный робот-пылесос. Есть, конечно, модельки и покруче. Стоил он тогда, тогда еще три года назад, где-то, по-моему, тысяча десять, он идет мойщик. Но вот эти вот... То есть он еще может мыть полы. Но вот этим контейнером и этой насадкой для того, чтобы он мыл полы, мы ни разу не воспользовались. Потому что я не сторонница. Я считаю, что более такой эффективный способ помыть полы это с помощью швабры. Ну, вот мне так комфортнее. Насчет того, что хорош он или нет в работе, меня полностью устраивает. Я им пользуюсь ежедневно. Иногда и по несколько раз в день я его пускаю. Но если палац идет... Ну, то есть покрытие идет с большим ворсом, то не нужно ожидать, что он высосет всю пыль оттуда. То есть мы дополнительно... И я прохожусь еще таким вот беспроводным пылесосом. Он гораздо больше пыли оттуда высасывает. Но для того, чтобы, например, шерсть от животных, то есть у нас кот в доме, он все это собирает. И если даже кажется, что он какому-то там вот где-то крошки лежат на полу, он подъезжает и вроде как крошки остаются. Но я же его оставляю на некоторый период времени. То есть я ухожу куда-то и его оставляю, например, на кухне. То есть единственное, что нужно провода все убрать, потому что он начинает вот это вот закручивать. Щеточки у него достаточно длинные. То есть по углам тоже он все это вот выметает. И я его оставляю. Ну, вот минут 30 он вот поездил. И в комнате так-то чисто визуально все чисто. И контейнер у него постоянно полный. То есть пыль и вот эти вот волоски, шерсть животных, он все это собирает. Тогда я еще помню, когда вот меня Олег подарил, у нас друзья спрашивали тоже, что за робот-пылесос. И купили своей маме, купили такой же фирмы, но, по-моему, там другая моделька была. И тоже название робота-пылесоса и модель я тоже в описании оставлю. Вдруг кому пригодится. Ну, говорю, опять же таки, сейчас уже такие модели появились, навороченные. Можно за такую же цену купить, может быть, какие-то функции еще будут. Да какие-то функции. Пыль собирает, и хорошо. Также еще был вопрос, кстати, у меня темные брови немного. Мне сегодня Маша сделала брови, поэтому завтра-послезавтра они будут светлее. Это я их не сама накрасила. То есть процедуры сегодня были. Также еще был вопрос по поводу детского спортивного комплекса, который у нас у Ванюши. Ну, там не только Ваня им пользуются. Там все дети, если к нам приходят родственники, все. Все дети просто, я не знаю, около этого комплекса все время трутся. Там в комплекте. Мы его покупали на Авито. То есть это БУ, но качество очень хорошее. В комплекте мат шоу. Кольца. Есть груша небольшая, но я ее убрала, пока она нам не нужна. Канат и, в принципе, все. Что мне понравилось, почему мы именно его выбрали, потому что я смотрела новые такие вот комплексы. Они почему-то все металлические и были деревянные. Но там и цена такая была за 30 тысяч. А я на тот момент еще не знала, как бы понравится он, не понравится. Будут ли дети им пользоваться или нет. Металлические, с одной стороны, хорошо, то, что его потом можно, например, вынести на улицу, во двор. То есть если живете, ну, если вот как мы в своем доме. Деревянный, конечно, на улице под дождем, там, в летний период не оставишь. Но мне понравилась высота. То есть им пользуются, как я уже и сказала, не только Ваня, но и старшие дети. Ну, для Никиты он, конечно, особого интереса не вызывает, так как у нас во дворе там есть и вот оттягиваться, и канат также висит. Но вот для маленьких детей он хорош. На Авито мы покупали. Так получилось, Олег был в Тольятти. И просто был тогда еще карантин, и многие магазины были закрыты. А я хотела именно, чтобы вот он посмотрел, пощупал, как это, что это вот. Потому что это у нас первый такой вот детский комплекс. То есть он заезжал в несколько магазинов, говорит, они закрыты. И он прям там в Тольятти был и в телефоне нашел вот на Авито. Поехал, посмотрел, говорит, ну, слушай, ну, состояние очень хорошее. Чего, берем, не берем? Цена была у него 9 тысяч. Я согласилась, говорю, да, давай. Вот они привезли, в тот же день собрали, и мы пользуемся им и очень счастливы. Потому что ребенок просто, даже то, что он, например, до этого он как-то боялся делать, вот забираться по лестнице, и он как-то вот одной ножкой там, ручкой. То есть сейчас это просто глаз да глаз за ним. Но залезает он сам туда, наверх. А вот вниз уже слезать, он боится сам, он меня зовет. Ну, или кого-нибудь, кто вот в доме присутствует. Ни разу Ваня оттуда не упал, ни разу никаких у нас травм не было. И да, у нас еще, я говорила, что мы хотим еще сделать горку. То есть у нас есть такая вот деревяшка. Вот хотели сделать самостоятельно, сделать горку. Хотя горки продаются, также по 2,5 тысячи стоит. Можно как бы дополнительно покупать такие вещи. Но пока мы решили, что, наверное, не будем эту горку устанавливать, она слишком длинная получается. У нас и так не зала, а какая-то большая игровая комната получилась. То есть если выдвигается диван, то эта горка уже будет мешать. Пока мы ее решили не ставить. Тем более, что даже в зимний период времени Ваня на любой детской площадке с горки может также спуститься. А вот еще почему вот такой момент. Почему мы задумались о том, что вот нужно купить. Наступили холода. И уже на детской площадке, на металлические сооружения, ребенку, конечно, было проблематично пользоваться ими. Залезать на них. То есть это и ручки мерзнут. Ну и он в здоровом комбезе начинает вот эту вот ногу задирать. У него ничего не получается. Он начинает нервничать. Мама его вечно держит. А дома он в шортиках, маечке быстренько. Там-там-там. Все. Уже готово. А на улицу потом в летний период я бы хотела, конечно, может быть, какой-то вот тоже такой детский комплекс заказать, но уже уличный. Но это потом. Это же нужно все равно как бы посмотреть, где он будет уместен. Там сначала все надо распланировать. Потому что там и под бассейн в этом году хотим залить площадку. Вот где будет свободное место, может быть, там и поставим. Посмотрим. Это еще как бы вилами на воде писано. Но хотим на улицу батут. Батут такой, чтобы и Никита, и Кирилл. То есть там же разные батуты продаются и по диаметру, и по вес, какой выдерживает. Вот хотели такой побольше с сеточкой во дворе поставить для них. Это вот что касается вот ответов на данные вопросы. И у нас так получилось, что вот когда мы заболели, у Кирилла был день рождения, но мы отменили праздник. Я уже все уже оплатила батутный центр, все уже были приглашены в гости. Ну, пацаны его, мальчишки, друзья. Вот. Но пришлось все отменить, так как мы сдали тесты, а результата еще не было, поэтому перенесли. И мы решили разделить праздник с родными и праздник для его друзей. Отменять полностью день рождения мы не собирались. То есть я ему пообещала, ребенок ждет. Ребенок ждал, что все, то есть как только мы все выздоровеем, обязательно день рождения будет. Конечно же, в день его рождения все родственники его поздравили. Кто по телефону, кто там смс-ку написал. То есть мы в Вайбере. Но это ребенок, он хочет, чтобы было веселье, чтобы был настоящий праздник, чтобы пришли родственники все домой, чтобы накрыли стол, чтобы пришли бабушки, дедушка, вся детвора наша. Ну и отдельный праздник для него в батутном центре все-таки состоится. Ну все оплачено уже. Ну и, как я уже сказала, ждет он. Он очень ждет. Следующий выпуск это будет влог. Я уже его отсняла. Это были выходные дни. У меня такой график. То есть в будние дни я здесь работаю. Выходные это выходные. Они должны быть такими, как положено. То есть ты проводишь очень много времени с семьей. Мы, тем более, видите, как бы привыкли, что по воскресеньям мы ходим в баню. Но у меня есть еще один свободный день от данной работы. Это понедельник. Потому что в понедельник я сюда не прихожу. Потому что в понедельник Олег на полный день идет с ДЭК работать. И я для себя определила, что понедельник у меня это день уборки, день домашних дел. То, что я не успевала сделать за неделю. Ну там вот разбор шкафчиков всяких. Вот уборка там в ванной комнате. Ну вот поделилась с вами последними новостями. Я надеюсь, больше никаких форс-мажорных таких ситуаций не будет. Я вообще, как бы, видите, после того моего отсутствия, того периода, я как бы для себя решила, что все, сейчас все будет полноценно. То есть и для тортодел я буду делать. Тем более у меня появилось рабочее место, которое мне очень нравится. А, я вам не показала торт, который я сделала тогда все-таки. Помните, тортик с синим трактором? Дубь, как же он называется? Синим трактором. Тортик очень понравился и родителям, и имениннику. И этот канал я также не собиралась забрасывать. Вы сами видели, что влоги начали выпускаться чаще. Ну вот так случилось. Я не сторонница. Вот я такая вот, да, вот болею, такая кривая косая. Все равно я включаюсь. Нет, я не сторонница этого. Заболела единобольничной, я так считаю. Спасибо вам за просмотр этого ролика. За терпение, за ожидание, за ваше понимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok